Добрый вечер. Начинаем сегодня пятнадцатый урок по книге Вайкра. Недельный раздел, которым мы занимаемся, это Шминей. Первая часть его посвящена восьмому дню, наступившему после семи дней посвящения, когда посвящается Мишкан, храм, построенный в Синайской пустыне. После всех приготовлений, после того, как он был построен и собран, и семь дней готовились Арон и его сыновья стать священниками в нем, наконец, восьмой последний день, собирается Мишкан, и отныне он уже входит, отныне он уже становится служащим храму, приносится жертвоприношение, и кульминационный момент, и вышел огонь от Бога, и сжег на жертвенники всесожжение, и увидел весь народ, и возликовали, и полениц. Вот, наконец, достигнута цель, ради которой была сделана вся предыдущая работа, Шхина, то есть проявление присутствия Всевышнего через вот такое вот явное чудо, когда никто спичек не подносил, бензином ничего не обливал, и все равно возник огонь, который сжег лежащие на жертвеннике части животных, Шхина. И вот в этот самый кульминационный момент происходит совершенно неожиданно, по крайней мере для читателя, трагическое событие. «И взяли сыновья Аарона, надав и авиу, свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него курение, имеется в виду благовоние для воскурения, и принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не велел. Вышел огонь от Бога, и пожрал их, и умерли они перед Богом. И сказал Мушей Аарона, это то, что говорил Бог, когда сказал, я освящусь близкими ко мне и буду чтим при всем народе». То есть если я сказал, что совершенно неожиданно происходит эта трагедия, то, по крайней мере, потому, как говорит Мушей, это не совсем неожиданно. Это то, что говорил Бог, то есть был некоторый намек на то, что подобное может произойти. Что же сказал Всевышний? «Я освящусь близкими мне», то есть будет освящение имени Бога, кедуша Ашима, через людей, наиболее близких к Нему, когда за малейший проступок, малейший промах они поплатятся. «И буду чтим при всем народе». То есть погибших сыновей Аарона, Надава и Авиу называют здесь Мушей близкими людьми, близкими к Богу. Не больше, не меньше. И безмолвствовал Аарона. «И позвал Мушей Мишаэля и Эльцафана, сыновей Узиэля, дяди Аарона. И сказал им, подойдите, вынесите ваших братьев из святыни за стан. И подошли они и вынесли тех в их одеждах за стан. Как сказал Мушей, и сказал Мушей Аарону и его сыновьям, Эльцару и Тамару, волосы не отращивайте и не рвите одежды, чтобы вам не умереть». То есть те виды проявления траура, которые обязательны для людей, у которых умерли близкие родственники, для вас они не только что не требуются, но и непозволительны. Не должны вы соблюдать трауру. А ваши братья, весь дом Израиля будут оплакивать сожженных, которых сжег Бог. Это не значит, что никто не будет скорбеть и оплакивать погибших. Будет весь остальной народ. Но вам, братьям их, священникам, это запрещено. «И от входа в шатер собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло помазания Бога. И сделали они по слову Мушей». И Бог сказал Аарону так, «Вина и хмельного не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой, когда вы входите в шатер собрания. Чтобы вы не умерли, это вечный закон на все ваши поколения, чтобы вы могли различать между священным и несвященным, между чистым и нечистым, и научить сынов Израиля всем законам, которые передал им Бог через Мушей». Вот этот отрывок мы попытаемся разобрать. Отрывок непонятный. Прежде всего, неясно, в чем состоял состав преступления, что такого ужасного сделали, надав и овил. С другой стороны, если мы даже уясним, в чем был состав преступления, и сумеем их уличить в каком-то нарушении, то это вызовет следующий вопрос. Как может быть, что люди, которых Мушей называют близкими к Богу, как может быть, что они совершили это нарушение? А если они ничего плохого не сделали, если никакого нарушения не было, то почему они тогда погибли? И даже если было какое-то нарушение, третий вопрос добавим. Какое нарушение может быть, какое нарушение уж должно быть, чтобы оно каралось так строго? Моментальной, мгновенной смертью. И даже если мы такое нарушение найдем, найдем объяснение, которое сумеет показать нам тяжесть этого проступка, ну почему нужно было устраивать это наказание в тот самый день, когда, казалось бы, было всеобщее ликование, когда был день самого настоящего и очень большого праздника. Можно было отложить, но потом, может быть. И наоборот, если действительно они согрешили, и это был тяжелый грех, то почему тогда сказано, что вся община, весь Дом Израиля будет оплакивать сожженных? А если они такие преступники, а что же их оплакивать-то? Попробуем как-то размотать этот клубок, насколько получится. Начнем с Раши. Раши пишет так. Вышел огонь. Раби Элиэзер говорит, не было иной причины для смерти сынов Иорона, кроме той, что они толковали закон в присутствии их учителя-муши. То есть было здесь нарушение. Это не то, что они что-нибудь сделали, то есть их действие нельзя называть неправильным. Все, что они сделали, было правильным. Они совершили обряд воскурения благовония, который является частью ежедневной, в данном случае, утренней службы. Но состав их поступления был другой. Есть запрет, запрет выдавать аллогическое решение в присутствии учителя. То есть ученику это запрещено, кроме совершенно очевидных, явных законов, которые любой знает. Поэтому здесь, то есть то действие, которое они сделали, по идее, они должны были прийти к мужу и спросить, а вот правильно то, что мы думаем, что нужно делать так-то и так-то? Он бы ответил им, да или нет. Они этого не сделали. В этом стоял их состав преступления. Раби Ишмаэль возражает. Говорит, нет. Они, в чем состав их преступления был, они вошли в святилище, напившись вина. Откуда мы это знаем? Ведь после их смерти Всевышний предупредил оставшихся священников, чтобы они не входили пьяными. Так там было сказано. И сказал Бог Арону так. Вина не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой, когда вы выходите в шатер собрания, чтобы вы не умерли. То есть с одной стороны, мы видим здесь в словах Раби Ишмаэля, есть состав преступления. Да. Понимание того, что это смертный грех, то же сказано в стихе, чтобы вы не умерли. Почему это нужно было делать моментально? Не ясно. Почему такие большие люди, которых Бог называет, которых Мушей назвал близкими к Всевышнему, почему они нарушили такой, казалось бы, простой запрет? А, может быть, потому что он был сказан только после того, как они умерли. Но если этот закон был высказан только после того, как они умерли, то почему тогда их наказали за нарушение этого закона? Не ясно. Оба этих объяснения, которые Раши приводит, они наталкиваются еще на одно простое возражение. А именно, оказалось бы, состав преступления, он сказан в самом стихе, прям открытым текстом, черным по белому, как там сказано. И взяли они свои совки и положили в них огонь, и возложили на него курение. И принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не обвелел. Вот, чуждый огонь, который он не повелел. Повелел бы, был другой разговор. А что такое чуждый огонь? Мудрецы говорят действительно, что они взяли огонь, который на плите был. Были угли на плите, вот этими углями они воспользовались для воскурения благоволия. Почему тогда рабе Лезер говорит, что причина была в том, что они толковали закон в присутствии учителя, а рабе Шмейль говорит, потому что они выпили вина. Вот написано. Объясняют это комментаторы, что дело-то в том, что то, что написано в стихе, оно само по себе представляет большую проблему. Почему? Потому что есть у нас Аллаха, закон, который говорит, несмотря на то, что даже если огонь спускается с небес, все равно есть обязанность для Коина, для священника приносить огонь, которым сжигается, для сжигания дров на жертвенники, на которых сжигаются потом части жертвенного животного. Коин должен позаботиться. То, что будет с небес, это будет с небес. Но несмотря на то, что будет с небес, человек должен знать свою обязанность, его обязанность Коина сжечь огонь. Ну, то, что они и сделали. Может быть, поэтому и рабе Лезер, и рабе Шмейль ищут другие обоснования. Ну, это объяснение опять проблематично, потому что закон этот касается огня на внешнем жертвеннике, на котором сжигают части жертвенных животных. А на Давы и Авил они сделали другое. Они воскуряли благовоние на золотом жертвеннике, который стоял внутри храма. Жертвенник для воскурения благовоний, для него закон требует не огня с плиты, не от спичек, не от зажигалки, а огня, который берется с внешнего жертвенника. То есть на внешнем жертвеннике зажигается огонь. И угли, которые образовались на нем, они используются для воскурения благовоний на внутреннем жертвеннике. А вот этого здесь не было. Может быть, в этом была их ошибка. Так, по крайней мере, объясняет Робейну Бахьяс от имени Раавада, что ошибка их была именно в этом, что они должны были взять огонь, взять угли с внешнего жертвенника и их использовать для воскурения благовоний на золотом жертвеннике внутри. Этого они не сделали, они воспользовались огнем с плиты. Но пока что это еще не отвечает на все остальные вопросы. Первое. А что это такой страшный грех? Прямо-таки ошибка, огонь такой, огонь не такой. Ошибка, которую каждый человек может сделать. В особенности, если мы учтем, что служение происходит в первый раз. Это не то, что служение уже налажено и все в нем понятно, и нужно только строго соблюдать то, что указано в первый раз всего. Так что они не могли ошибиться из-за ошибку подобного рода наказания? Объясняет Рабейну Бахи, что проблема, которая здесь была, которая усугубила их проступок, это то, что называется хилуль ашем, то есть осквернение имени Бога. Поясним это более подробно. В обычной ситуации действительно нужно было взять огонь с жертвенника. Ну, они взяли не с жертвенника. Но в этот день, если бы они сделали это в любой другой день, это было бы легкое нарушение порядка храмовой службы. Но в этот день все было по-другому. В этот день Всевышний хотел, чтобы было потрясающее совершенновидение, как огонь спускается с небес, зажигает жертвы, зажигает дрова и жертвы на жертвеннике, и любое присутствие какого бы то ни было другого огня в этот день было непозволительно, потому что оно портило ту самую главную цель. То есть что люди увидели, когда произошло то, что произошло? Что говорится, огонь-то на огонь с неба, это ладно, но как там пословица говорит, на Бога надейся, а сам не плашай. Будет огонь, не будет, ну, спички на всякий случай надо с собой взять. Тем самым сила, чудо и демонстрация в присутствии Всевышнего уменьшалась. Они это продемонстрировали и у себя, и так это восприняло всеми окружающими. И хотя это было по ошибке, но мы знаем, что в оскоренении имени Бога, Хилу-Ля-Шем, то там ошибка приравнивается к злому умыслу. Потому что осквернение имени Бога нам, с точки зрения осквернения имени Бога, нам неинтересно, какие были намерения у человека. Пусть они были самые-самые-самые лучшие. Но если это привело фактически к осквернению имени Бога, то дело катастрофы. Так пишет Рамбом в законах от Шуве, когда он объясняет о возможностях исправления грехов, то пишет он там так. Тот, кто осквернил имя Бога, несмотря на раскаяние, подчеркиваю, есть легкие грехи, в которых достаточно, что человек раскаялся в них, ему прощается. Есть более строгие нарушения, в которых необходимо, ему, конечно, чтобы человек раскаялся, но этого мало, а должен еще пройти Йом-Кипур, и только в Йом-Кипур он этот грех прощается. Есть еще более строгие, в которых даже Йом-Кипур, он только помогает, а человеку нужно еще пострадать. А вот здесь вот, если человек сделал действие, которое осквернило имя Бога, несмотря на свое раскаяние и несмотря на прошедший Йом-Кипур, и несмотря на перенесенные им страдания, не получает полного прощения, пока не умрет. И только смерть завершает его искупление. Ибо пока этот человек ходит по земле, то его поступок, который он сделал, который привел к осквернению имени Бога, поступок еще живет и продолжает. Хилу-Ляшем продолжается. Что значит «сквернение имени Бога»? Это значит, что в результате происшедшего события, поведения, поступка, которую человек сделал, люди отдаляются от той цели, ради которой Всевышний создал мир, отдаляются от Бога, отдаляются от Торы. Естественно, в данном случае что было? В данном случае было желание, Всевышний хотел продемонстрировать свою полную, полную власть над миром, свою близость к еврейскому народу, то есть то, что входит в цель творения, шхина. Их поступок ударил именно по этой цели, понятно, что это страшное дело. Есть еще и вторая сторона у Хилу-Ляшем. Если человек совершает поступок, оскверняющий имени Бога, в результате которого люди смотрят и говорят «м-да». Если так выглядят, если так поступают люди, которые называют себя служащими Богу, если так принято среди исполняющих заповедей Торы, поступать, то нам здесь делать нечего. Иудаизм – это не для нас. Человек таким образом отдаляется от Бога. Здесь тот, кто совершил этот поступок, в результате которого люди подумали так, он не только совершил проступок против Бога, он совершил проступок против этих людей. Если человек крадет у другого человека деньги, имущество, наносит материальный вред, материальный ущерб – это тяжелый проступок, это тяжелое преступление. Но еще страшнее, если человек наносит им не материальный ущерб, а вот такой ущерб, отдаляя людей от Торы, отдаляя людей от Бога. Ведь этим самым люди оказываются… Это кража куда более страшная. Куда хуже отнять у человека его духовный мир, чем отнять у него его имущество. Поэтому Хиллу-Ля-Шем – такая страшная вещь. И поэтому, с точки зрения Хиллу-Ля-Шем, нет разницы никакой между осквернением имени Бога, которое произошло по ошибке, и умышленным поступкам. Вот в чем объясняет Рабину Бахи тяжесть преступления на ДВВУ, хотя, безусловно, они ни о чем плохом не думали и совершили по ошибке это действие. Так что это Рабину Бахи. И с ним тоже спорят. Почему? Все его объяснение построено на том, что состав преступления был в том, что нужно было взять угли с жертвенника внешнего и воспользоваться ими для воскурения благовония. Они вместо этого взяли угли с плиты. Но этот закон тоже был озвучен только после их смерти, точно так же, как говорили уже по поводу запрета входить в храм тому, кто выпил вина. А не может быть, это принцип, не может быть наказанием без предупреждения. Как же так? Поэтому ряд комментаторов ведут совершенно другим путем. и объясняют, например, ажбам, которые строят весь свой комментарий на понимании того, что в тот момент, когда надавы Авил решили воскурять благовоние, то на жертвеннике не было огня, да и не должно быть огня. Почему? Писнет он так. И взяли сыновья Аарона еще до того, как вышел огонь от Бога, который каждый из них взял свой совок, чтобы совершить воскурение в святилище на золотом жертвеннике. Поскольку утреннее воскурение благовоний должно совершаться, прежде чем сжигаются на жертвеннике части постоянной утренней жертвы. О-о-а! Смотрите, разорвавшаяся бомба. Как мы обычно понимаем, читая этот текст, это как мы обычно понимаем последовательность событий. Читаем текст, и получается так. И были принесены жертвы подношения, и явилась слава Всевышнего всему народу, и вышел огонь от Бога, сжег на жертвеннике все сожжения, и возликовал народ, и поклонились они, и сразу после этого, в ходе этого ликования, тогда, очевидно, тоже возликовав, надав и авиу, взяли свои совки, положили огонь, то есть угли с плиты, положили на них благовония, и вошли в храм для того, чтобы воскурить эти благовония, и там не погибли. Гритор Бам, все это замечательно, так получается по тексту, но этого не может быть, потому что это не может быть совсем-совсем никак не может быть. Закон, который требует, чтобы воскурение благовоний было до того, как сжигаются части жертвенных животных. Сначала животное зарезается, его кровью кропится жертвенник, затем идет воскурение благовоний, и только потом сжигаются части жертвенного животного на жертвеннике, на внешнем. Значит, то, что они сделали, были до того, как вышел и огонь от Бога, который слезал на жертвеннике части животных. Что же было? Получается так, что то, что сказал, у нас есть принцип. Эль мукдаму мой харбе Тура. То есть, не следует искать хронологического порядка в изложении Торы. Могут быть события, которые описаны, события Б, которые записаны после события А, А, оно вовсе не было после события А, оно только о нем рассказано после него. А оно на самом деле произошло еще раньше. То есть, то, что у нас сказано, и взяли сновья Аарона, надавы, авиу, имеется здесь в виду прошедшее время особого характера, который имеется в виду еще раньше взяли. Продолжает дальше Рожба. они поместили на свои совки чуждый огонь, о котором не повелевал им Муше в тот день. Тот день был особенный, что никакой неосвященный огонь не полагался тогда. Несмотря на то, что в отношении остальных дней сказанные принесутся новья первосвященник Аарона огонь на жертвенник, сегодня Муше не давал им такого повеления. Нужно ли было зажечь огонь на внешнем жертвеннике? Нет, ни в коем случае. Сегодня нет. Поскольку не хотел, чтобы они принесли обычный огонь, ведь ожидалось, что спустится огонь свыше. И поэтому приносить огонь сегодня было недопустимым. Ведь требовалось осветить имя Бога. И явить всем, всем подемонстрировать, как огонь спускается с неба. «И вышел огонь от Бога». То, что сказано. «И вышел огонь от Бога, и пожрал их, и умерли они перед Богом». Так сказано о смерти надавая в им. А раньше по поводу жертвопонощения сказано «И вышел огонь от Бога, и сжег на жертвенники все сожжения и жир». Почти слово в слово одинаково. Не случайно, потому что это тот же огонь. Не дважды выходил огонь, а это тот же самый. «И вышел огонь от Бога» эта фраза относится к сказанному ранее. «И вышел огонь». То есть, то, что раньше сказано «вышел огонь» от Тора, теперь здесь возвращается. Тот самый огонь, о котором сказано выше, вот он-то и погубил надавая вил. «Когда вышел огонь и сжег жертвы на внешнем жертвеннике, кто этот огонь по ходу делал до внешнего жертвенника, он погубил сыновей Аарона. А сыновья Аарона пронесли чуждый огонь на внутреннем жертвеннике. Сначала огонь от Бога сжег воскурение в святилище, затем погубил сыновей Аарона, умертвил их, и только потом огонь этот вышел оттуда и сжег жертву всесожжения на внешнем жертвеннике». Вот какой был порядок. от вород иной вену 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 Так, с одной стороны, Рожбам согласен с предыдущим объяснением в том, что строгость наказания исходила из Хиду-Ля-Шен из того, что их действия уменьшили чудо, которое должно было произойти, когда огонь спускается с небес, но по поводу самой ошибки, в чем технически, то есть это строгость наказания, значит, строгость наказания это одно, а состав преступления в чем был? Состав преступления был в том, что огня тогда на жертвеннике не было, да и не должно быть, и не могло быть, поскольку все ждали, что в тот день огонь, не так, как мы представляли, что сначала вышел огонь, который сжег жертвенные животные, от этого огня надо было взять угли и на них воскурять воскурение, этого не было и не могло быть, это совершенно невозможно по одной простой причине, потому что воскурение благовония, но предшествует сожжению жертвенных животных на жертвеннике, поэтому то, что нужно было в данном случае сделать, нужно было только подождать, пока выйдет этот огонь, они этого не сделали, не спросили муше о свой страх и риск, решили, что поскольку сейчас огня нет, то они возьмут огонь из плиты, потому что по порядку нужно сначала который, сначала воскурение благовоний и это они и сделали, и тогда огонь, нет здесь двух огней, тот же самый огонь, который вышел свыше для того, чтобы зажечь жертвенные животные, он же и погубился на веру, так объяснил Рожба, если мы обратимся к Медрашам, там мы увидим еще целый ряд объяснений в чем стоял состав преступлений, которые никак не связаны и все эти мнения они никак не связаны с чуждым огнем, о котором не велел Всевышний. Начало мы уже видели, два мнения проведено у Раши, первое мнение в том, что они толковали закон в присутствии Учителя, второе, что они пошли в храм выпив вина. Но это не все. Медраж Танхума. есть, о которых говорят, что проблема была в том, что у них не было детей. детей. Почему у них не было детей? Объясняют мудрецы. По простой причине они не женились. Естественно, не женились, не было детей. А почему они не женились? Может быть, прежде чем мы ответим вопрос, почему они не женились, а в чем состав преступления? Хорошо, нехорошо, чтобы не женились, не было детей, но Коэн обязательно сказано по поводу Коэн Гадо первосвященника в Йома Кипуриим и пусть он искупит свои собственные грехи и грехи своей жены. Он обязательно должен быть женат. Сказал Раби Леви, почему они не женились. Это была высокомерие с их стороны. Это не то, что невест не хватало, невест было предостаточно еще для таких женихов, как они. Но только невесты эти не годились. Почему? Рассуждали они так. Наш дядя, брат нашего отца, он царь, наш папа, он первосвященник, наш дядя с другой стороны, со стороны матери, он князь, колено леви, колено иуды, мы сами священники, а можно нам вообще какой-то шейдух найти, можно какую-то невесту, которая вообще подойдет нам. Это все. Любое предложение, которое могло быть, оно все им казалось недостойное из альянса. Поэтому они и не женились, поскольку достойно их невесты попросту не нашлось. Есть еще одно мнение. Когда было сказано, когда получали турнир на горе Синай, было сказано, что еврейский народ должен выстроиться в определенном порядке и приближаться к горе Синай в определенном порядке. Сначала Мушей и Арон, вслед за ними двое из четырех сыновей Аарона, Надав и Авием, потом все старейшины Израиля, а уж только потом весь народ. И говорят мудрецы, что когда Мушей и Арон шли вперед, вслед за ними, затылок за ними, шли Надав и Авием, то по одному мнению они подумали так, по другому мнению они сказали это, придет время, когда два старика уйдут в лучший мир, и тогда мы с тобой станем вождями. Сказал он Всевышний, но это мы еще посмотрим, кто кого похоронит. Вы стариков или старики вас. Есть еще одно мнение, которое тоже связывает их гибель с тем, что произошло у горы Синая во время дрова не тура. написано там, что когда было явление, откровение Всевышнего, написано там то есть элиту еврейского народа Всевышний не тронул тогда. Что значит не тронул. Имеется ввиду они заслужили наказание, но он их тогда не тронул. Почему? тогда было не к месту. Тогда в день откровения, в день дрова не торами это были надавы. Почему? Чем собственно говоря они этого заслужили? Да потому что во время вот этого откровения возвышенного они по одному мнению они вели себя без дрожи, без задрогания и страха подобно тому как человек который может смотреть на какое-то зрелище и отхлебывать чай из стакана так как человек будет слушать какую-нибудь музыку и при этом есть и пить. это им зачалось вот сейчас вот эти все мнения почти все есть еще одно почти все ну и снова мы возвращаемся к тому же вопросу все это творчество оно просто поражает вроде бы в тексте состав преступления был не в том а в том что чуждая огонь который не повелел и все это мы уже разобрали а тут продолжается еще и еще и еще что как это понять Абедови Далиев автор комментариев Шулхана Руха Тасту Рейза его комментарии к Торе он говорит скорее всего все это творчество выходит всего лишь из двух трех слов из лишних на самом деле в стихе после того как сказано и принесли они перед Богом чуждый огонь который он им не велел и выжил огонь от Бога и пожрал их но по идее точку нужно было бы здесь поставить и умерли они перед Богом значит умерли они перед Богом они перед Богом а все остальные не перед Богом умирают что это за выражение такое умерли они перед Богом перед Богом всегда означает перед Богом когда человек говорит что он перед Богом он чист что он имеет ввиду что хотя люди думают Что он совершил какую-то гадость Но Бог знает, что это не так Имеется в виду, только Бог знает А все остальные не знают, все остальные думают, что он преступный Но Бог знает Это означает, что перед Богом он чист Значит, перед Богом, а не перед людьми Ага Говорит Стало быть Состав преступления Людям в действительности Не был известен Было преступление О котором только Бог знал А все остальные не знали Все остальные видели, что они взяли огонь Что они взяли угли с плиты И поместили на них Воскурение и вошли Это все видно, это все ясно Но Тора указывает, что был еще Один проступок Еще одно О котором знал только Бог А другие люди Если бы их спросили Что было, было, мы видели, что был огонь Вам больше ничего не известно Вот об этом и говорят мудрецы И вот поэтому они предлагают различные догадки Опираясь на Каждый из них Это не просто за уши притянутые объяснения Каждый из них приводит аргументы Почему именно то, что он предлагает Но в этом-то причина И вслед за Этой мыслью Мы находим Развитие, точнее, этой мысли Мы находим В книге, которую написал Арбьяков Каменецкий Точнее, он не написал эту книгу Эту книгу Издали из его Комментария, в которой он говорил Которую он объяснял Уже издали его дети Называется она Эметли Яков Он тоже начинает С того самого вопроса, к которому мы возвращаемся Почему мы видим в Медрашах Такое творчество Так много объяснений В чем стоял грех Надава Авию Когда вроде бы Тора сама об этом говорит В отличие от Таза, который И отвечает И ищет причину В излишних словах В Торе Ребяков Каменецкий Говорит по-другому Есть же еще один вопрос Который мы Задали в самом начале урока И вот сейчас мы к нему возвращаемся Какой бы ни был состав преступления Ведь вопрос остается вопросом Как может быть Что люди, о которых Мушек говорит Что это люди Близкие к Богу Как может быть так Что они нарушили какой-то запрет Сделали что-то неправильное Люди близкие к Богу И чем больше мы Стараемся утрировать Чем строже Мы пытаемся нарисовать их грех Для того, чтобы объяснить Их такую трагическую смерть Тем больше усиляется вопрос Как это могло быть Как могли такие люди так поступить Вот что мешало мудрецам Они искали корень Как может быть Что человек Духовный Возвышенный Мудрый Близкий к Богу Как может быть Что он нарушает И делает Непозволительное действие Что-то там помешало Что это И вот мудрецы Нащупали вот эту вот Болевую точку Что это Это Гордость Мы только скажем это Сейчас И еще повторим это еще раз Нужно понимать Что когда мы говорим О каких-то Отрицательных качеств То нельзя Эти отрицательные качества Мерять по себе То есть Гордость есть у всех людей И для всех людей Это отрицательное качество Но только гордость Какого-нибудь Напыщенного Политика Или Певца Или Общественного деятеля Это одно А гордость Таких великих людей Как Нодар Вавиев Это другое Это совершенно разные масштабы Качество Оно то же самое Качество Гордость Но только масштабы Они совсем другие Если в одном случае Это Нечто совсем-совсем грубое Это в другом случае Масштабы Они Микроскопические Но это проявление есть И оно Способно Привести Человека К ошибкам Где же мы это видим? Преодисменты Медраж Который говорит О том Что идя вслед за Мушея И Аронам Они Говорили Или даже не говорили Только думали Они бы Сами бы постеснялись Это сказать Но мысль эта прошла Что следующее поколение Это мы Откуда приходит Такая мысль? А Что им Понятно Что это не были Карьеристы Которые думали о том Как они Доберутся до В коем случае Совсем-совсем Другие люди А может быть Они были Революционерами Может быть Им Не нравилось У них были Претензии К Мушея И Арону К тому Как они Руководили народом Нет Но они были Но они считали В глубине души Что они Надавы Авил Они сделают Это лучше Они сумеют Быть вождями Которые будут Руководить народу По Торе Ближе к самой Торе Эти старики Честь им и хвала Мы их очень Очень уважаем Этих стариков Но Но мы можем лучше Сможем лучше Когда придет время Более строго Более правильно Более Незгибаемо Более бескомпромиссно Более Только придет Наше время Было Была доля истины В том Что они думали Конечно А что случайно Что вслед за Мужей Иароном Они шли вторыми Они не случайно Действительно Они намечались Как Следующее поколение Вождей Да Но следующее Поколение А тут Кому не терпится Плохо это кончается Как сказал Всевышний Но это мы еще посмотрим Кто кого похоронит Выехали Они Крупица Гордости Здесь была Это ощущение Того Что мы сможем Лучше Мы будем лучше Ну а то Что они не женились Нудрицы Прямо говорят Что проблема была Именно в том Что они Не видели возможности Не видели достойных Себя невест То что они Искали Невесту С богатым Приданным И так далее Да нет Просто Любой брак Был здесь Не то Поэтому Они не женились Снова Проявление Гордости Те которые Считают Что проблема Была в том Что они Зашли в храм Выпив вина Возражение Мы же видели Этот запрет Он был Высказан Только после Смерти Надавая вьюн Как же могло Здесь быть Наказание За то Что они Выпили вина Да действительно Формальный запрет Был только после Скажем Более того Не только что Формальный запрет Еще не был сказан Ведь в этот день Они стали священниками Получили новые заповеди Что нужно было Сделать в этот день Простой пример Что мы делаем Когда Мальчику Исполняется 13 лет И он становится Обязанным Исполнять заповеди Которые раньше Не были обязаны Делается Сиудат Митсва Зусловно Это Пиршество Ну а что делают Насиудат Митсва Нормальные люди Правильно Пьют Лыхаем Естественно Это Да Нормально Так Что вы хотите Отнадавая Я пью Почему им Не выпить Лыхаем В тот день Когда они Стали Коаним Когда они Стали священниками Самый Самый Счастливый день В их жизни Да Но вместе С тем Но вместе С тем Это был Не просто День Когда они Стали Священниками Это был День В который Был Посвящен Храм В котором Начинается Служение В храме В котором Они Становятся Служителями Страх Должен Был Быть Достаточно При Таком Страхе Если Человек Знает Что он Сейчас Должен Например С потолка Заниматься Чем-то Взрыво Опасным И он Знает Что это Опасно И Одно Неверное Движение Рванет Он Позволит Тебе Выпить Вина Только Человек Который Абсолютно Увен Самоуверенный Человек Который Скажет Все Под контролем Выпину Только Что Человек Который Боится Этого Не Позволит Себе Они Себе Позволили Что Случится Снова То Ле Самое Качество Гордость Самоуверенность Гордость Самоуверенность Снова Самоуверенность Для Великих Людей Не будем Сравнивать С людьми Которые Выпив Садятся За руль И говорят Все Под контролем Я Они бы Этого Не сделали Но вместе С тем Небольшой Небольшой Здесь Крупица Гордости Здесь Была И Наконец То Мнение Которое Говорит Что Вся Проблема Была В их Поведении То есть Сейчас В том Что они Сделали Сейчас Может быть Никакого Преступления Не было Но С ними Всевышний Посчитался За то Что им Полагалось Еще Еще Давно Во время Дробание Дробание Торы На горе Синай Что там Было Было Откровение И Снова Было Отсутствие Вот Этого Трепета И Страха Они Чувствовали Себя Во время Этого Откровения Так Как Человек Смотрел Бы Не знаю Лавди Смотрел Бы Какое Нибудь Представление И при этом Мог бы Вполне Позволить Себе И попить Чего-нибудь И Может быть Даже И пожевать Чего-нибудь Откуда Это выходит Снова Из всего Этого Мы делаем Вывод Говорит Рабиак Каменецкий Вамет Льяков Что Видение Мудрецов Человеческой Натуры Было Часто Иное Чем У нас Мы Глядя На человека И видя Различные Проявления Мы видим Что Вот В этом Он Силен А вот Здесь У него Есть Недостаток И Другой Недостаток У него Есть А здесь Он совершил Какой-то Поступок Такой Неблаговидный А вот Здесь Он совершил Хороший Поступок Мы Воспринимаемся Человека Как Такой Лоскутный Одеяло Как Набор Самых Различных Хороших И нехороших Качеств Как Человек У которого Есть Ящик С Инструмент Если Инструмент Получше А если Инструмент Похуже Молоток У него Хороший А вот Гаечный Клюш Бывает Получше Не очень Это Ошибка Мудрецы Всегда Видят Что Это Совсем Не так Это Точнее Если Пользоваться Его Метафорой Это Как Бусы Когда Все Бусы Самые Разные Бусинки Разного Цвета Разные Формы Разной Величины Но Они Все Нанизаны На Одну Ниточку То Есть Во Всех Проступках Человек Если Мы Возьмем Все Его Неблаговидные Неправильные Проступки Это Не Проявление Разных Недостатков Не Проявление Разных Пороков Не Проявление Разных Вовлечений У Них У Всех Должен Быть Общий Корень Одна Общая Ниточка На которую Нанизываются Все Бусины Так Видели Мудрецы Натуру Человека Именно Так Они Объясняли Его Поведение И сейчас Здесь Все Эти Самые Различные То Что На них Наваливают Здесь Им Шьют Дело Одно За Другим И Такое Мнение И Обвиняют И в Том И в Другом И в Третьем И в Четвертом На самом деле Это Просто Разные Проявления Одного И Того Ж Порока Какого Гордости Но Снова Не Забывать Гордости Великих Людей Гордости Очень Скромных Людей Но При Всем Притом Крупица Гордости Их В Них Была И Она Была Причиной Всего Того Что Произошло Почти Все Мнения Мы Уже Упомянули Почти Все Есть Еще Одно Медраж Раба В силу Четырех Причин Умерли Сыны Аарона За То Что Приблизились К Богу За Жертвоприношение За Чуждый Огонь За То Что Не Посоветовались Друг С Другом Появляется Еще За За То Что Приблизились К Богу И За То Что Не Посоветовались Друг С Другом Довольно Хорошо Сочетается Со Всем Тем Что Было Сказано До Сих Пор Кто Не Считает Нужным Советоваться Друг С Другом Тот Кто Самоуверен Считает Что Он И так Все Понимает Он И так Все Знает Это Снова На Уровне Надавы Авил Это Был Недостаток И Это Уточняют Из Того Что Сказано И Взяли Сыновья Арон Надавы Авил Каждый Свой Сапог Каждый Сам Свой Не То Что Они Вместе Решили Взять Один Сапог Каждый Сам По Себе Получилось Так Что Оба Сделали То Самое Но Они Не Посоветовались Друг А что Значит Что Они Погибли За То Что Приблизились К Богу А В чем Здесь Состав Поступления В Другом Месте В Другом Медра Туратку Они Там Сказано Так Что При Исполненной Радости При Виде Нового Огня То Туратку Они Явно Объясняют Это Не Так Как Объяснял Рашбан Что Был Всего Лишь Один Огонь Нет Они Стояли Среди Всех Людей И Увидели Как Спускается Огонь С Небес И Это Переполнило Весь Народ В том Числе И Ликование Но У них Это Было Сильнее Всего Они Почувствовали Что Звучит Прилив Любви К Богу В Результате Вот Этого Воодушевления Взволнованности Ликования Они Сделали То Что Делать Было Нельзя Благовония Благовония Которые Они Использовали Здесь Дело Было Другое Чуждый Огонь Это Огонь Воспламенивший Их Огонь Их Воодушевление Которые Привело К Неправильным Действиям Вот За него Они Поплатились Почему Да Потому Что Служба В храме Построена Совершенно Четко На Одном Важнейшем Принципе Делается Только То Что Предписано Делается Только То Что Обязаны Делать Здесь Они Сделали То Что Делать Были Не Обязаны И Не Нужно Было Это Им Делать А Почему Они Сделали Потому Что В этот Момент Захлестнула Их Волна Чувств Захлестнула Их Воодушевление Захлестнула Их Ликование И Вот Этот Чуждый Огонь Огонь Который Не Должен Вести Человек И Человек Должен Делать То Что Правильно То Что Нужно И Не То Что Необходимо А Не То На Что Толкают Его Чувства Воодушевление Восторг И Так Далее Вот Именно Поэтому Вот В этом То И Была И Была Их Ошибка Стало Быть То Что Написано И Принесли Перед Богом Чуждый Огонь Который Он Им Не Велел В чем Была Проблема В том Что Они Сделали То Что Им Не Повелено В Храме Это Совершенно Не Допустимо В Храме Такого Не Должно Быть И Чуждый Огонь Это Не Угли А Чуждый Огонь Это Огонь Который Полыхал В Них И Пусть Этот Огонь Самый Самый Возвышенный Огонь Духовного Воодушевления Огонь Любви К Богу Даже Представить Себе Такое Понятие Не Можем Настолько Это Возвышен Настолько Это Высоко В Храме Это Недопустимо В Храме Есть Строгий Порядок И Делается Только То Что Повелено И Только То Что Нужно И Что Необходимо Эту Мысль Мы Видели Уже На Предыдущих Уроках Когда Объясняли То Что Сказал Всевышний Мушей Как Когда Мушей Объяснил Сделайте То Что Сказал Ашем И Явится Вам Шхина Сделайте Только То Что Сказано И Ничего Больше Но Здесь Получилось Именно Все Получилось По Другому Именно Так И Случилось Может Быть К Этой Теме Мы Еще Вернемся Но Пока Как Кажется То Что Случилось Надавы Мы Объяснили И На Следующем Уроке Пойдем Вперед Случ